здравствуйте друзья меня зовут максим вы смотрите канал за квайс я достаточно долгое время не выходил с новыми видами но сегодня экстраординарная ситуация сегодня утром меня разбудил один мой знакомый прислав ссылку на один русский ресурс в которой было напечатано следующее что юрия можешь арестовать я вначале не поверил решил погуглить но обнаружил сразу же ссылку на официальный веб-сайт в котором черным по белому написано о том что суд нью-йорка отдел фбр и специальный отдел который занимается миграционными вопросами homeland security арестовал 10 человек в том числе юрия можешь пока арестовал только 10 ведется расследование вообще в принципе ссылочку кстати на вот эту статью я приложу внизу в описании видео те кто не очень владеют английским языком могут ее скопировать в google переводчик сразу же получите линк на страничку с русским текстом чтобы так сказать почитать первоисточник а не перепечатки недомыслы тех людей которые сейчас наверняка будут снимать видео выкладывать вот статья черным по белым написано что фбр достаточно давно уже наблюдал за русской америкой за вот этими манипуляциями с политическими кейсами с деятельностью рейд которые придумывали вот эти выдуманные кейсы чем это ситуация чревата для других людей во первых тем что юра можешь достаточно долгое время продавал франшизу франшизу русской америки не знаю насколько успешно потому что достаточно давно отошел от блогерства но по слухам очень много людей включились в этот бизнес предлагаем аналогичные услуги юридические написание кейсов и прочее в других штатах это означает что скорее всего они пойдут паровозом по этому делу это первый неприятный момент второй момент это последствия для тех людей которые проходили через вот эту русскую америку то есть неважно у вас был честный кейс или вам его написали вы попадете на повторную проверку аналогичная ситуация была лет кажется 15 назад я тоже читал статью тогда схлопнули китайскую фирму который также рисовал людям кейсы но ситуация тогда закончил для всех очень плохо мало то что посадили всех кто в этой фирме работал так отменили грин карты и гражданство всем клиент этой компании с того момента как эта фирма начал предоставлять услуги полностью и всех людей депортировали вот это самый худший вариант для людей которые проходили через русскую америку то есть вы можете жить спокойно думаю что у вас все в порядке получить даже гражданство а сейчас начнется проверка и дальше соответственно вас попросите страны уехать вот этот самый худший вариант и судя по слухам на русской америке расследование не закончится дошли до меня случай что скорее в следующем будет школа портного не знаю насколько вот верить источникам которые мне эту информацию предоставили то есть насколько это информация но по ходу что следующая вот проверка со стороны органов сша будет непосредственно уже по школе портного и по самому портному вот такая вот у меня информация со своей страны могу ставить свои 50 копеек бизнес связанный с иммиграцией и предоставлением услуг особенно когда это касается соотечественников из россии или людей из страны снг это достаточно очень токсичный бизнес всегда есть люди которые чем-то оказываются недовольны поэтому как вы знаете я достаточно давно прекратил свою эту деятельность связанную социальной адаптацией или еще с чем-то потому что ну это больше нервотрепки чем какого-то морального удовлетворения но люди которые даже были недовольны русской америкой скорее всего писали жалобы в эти органы они видимо упустили один очень важный момент потому что есть хорошая русская пословица доносчику первый кнут то есть скорее всего почему фбр так долго тянуло до американский закон он работал очень медленно работает и скорее всего были и жалобы были жалобщики которым не понравился сервис русской америки и в конце концов скорее всего фбр специально занялся этой русской америки и специально моши там и его адвокатами проблема в том что люди которые эту жалобу подали скорее все тоже нарвутся на проверки вот этот как бы обратная сторона вот этот медали доносительства вот это как бы мои мысли вслух вот но я буду внимательно смотреть за публикациями сам интересно знать что будет дальше в худшем случае людям грозит по пять лет лишения свободы реально сейчас не арестованы придется нанимать каких-то высокооплачиваемых реальных а уже американских адвокатов и платить какие-то конкретные деньги чтобы каким-то образом постарались отмазать насколько это удастся будем смотреть за развитием событий вообще ситуация очень интригующий получилось собственно говоря для меня на неудивительное то есть я понимал что рано или поздно это должно было произойти с русской америка это вопрос чисто времени вот насколько у американских властей хватило бы терпения но дальше посмотрим вот что будет происходить но как написано статье то есть до пяти лет людям может грозить срок лишения оставайтесь на связи постараюсь ближайшие дни снять еще несколько видео опять же все будет зависит от того насколько у меня будет свободное время сейчас просто последние два месяца безумие какое-то да анонс небольшой скоро появится видео на тему как я покупал доллариан это как бы такой маленький анонсик интрига 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 у меня проснулся мой старый добрый знакомый он живет в англии и он захотел доллариан себе купить как будет происходить эта покупка я подробно в красках вам пишу вот очень интересное оказалось задание вот тянет прямо на фильм вот но об этом я сниму следующее видео так что не забывайте про мой канал вам хорошего дня и постарайтесь не заболеть мерзким вирусом вот всем здоровья ребята и главное удачи удачи самое важное а